Облавы на нелегалов проходят теперь еще чаще. На прошлой неделе на штрафстоянку были отправлены два автомобиля такси. Сегодня еще два нелегальных перевозчика были пойманы с поличным. Оба авто также подлежат изъятию. Тут даже профсоюз мало чем может помочь таксистам, так неожиданно ставшим пешеходами. На самом деле вернуть автомобиль можно только законным путем, по решению суда, либо по решению ОМВД. С нашей стороны мы можем помочь только при том, что обратятся к нам, например. Мы сможем только подать какое-то ходатайство с просьбой о том, чтобы просто ускорить процесс рассмотрения. Не более того. Профсоюз может помочь с трудоустройством пожелавшим на время пешего состояния в легальной службе такси на фирменные автомобили. Зато метод Кнута уже начал давать первые положительные результаты. Число нелегалов, желающих выйти из тени и оформить разрешение, растет не по дням. Есть тенденция у нелегальных перевозчиков, то есть тех людей, которые занимались нелегальным извозом, они начинают переходить из разряд нелегалов в разряд легальных таксистов. То есть увеличилась почти в три раза подача заявлений в Комитет Ивановской области по транспорту на получение разрешения на перевозку пассажиров и багажа легкого такси. То есть если раньше в неделю где-то подавалось от 15 до 20 заявлений, то сейчас в неделю, вот за последнюю неделю, это уже росло в три раза, где-то до 60 заявлений на получение разрешения. Очевидно, что перспектива лишиться транспортного средства пугает перевозчиков куда больше денежных наказаний. Так что Комитет совместно с полицейскими обещает продолжить работу в этом направлении. Особенно в выходные самые хлебные для таксистов деньки.